Дорогие друзья! В данном видеоролике мы расскажем вам о возможностях Библии онлайн портала exeget.ru, который представляет собой крупнейшую православную автоматизированную библейскую энциклопедию. Мы уверены, что ни на одном другом библейском интернет-ресурсе вы не найдете и части тех возможностей и информации Священному Писанию, как на нашем портале. Идея портала заключается в систематизации всех имеющихся материалов Библии непосредственно к ее главам и стихам, что помогает максимально удобно получить самую широкую и доскональную информацию по любому отрывку Священного Писания в один клик. В нашей Библии онлайн каждой главе стиху Писания системно прикреплено все толкования святых отцов, видеотолкования на главы и стихи современных богословов, информация о произведениях искусства, проповеди, книги, вопросы и ответы на них, мотиваторы и многое другое. Данные рубрики постоянно пополняются и создаются новые. Вместе с тем сайт прост в использовании, что мы и хотим здесь продемонстрировать. Открываем раздел «Библия» сайта «Экзегет» и видим три информационных блока и навигационную строку над ними. Первый блок слева дублирует для удобства навигационную строку. Средний блок содержит текст Писания и дополнительный функционал к нему. Правый блок включает разделы с информацией, системно прикрепленные к конкретным главам и стихам Библии. Любой из данных блоков можно скрыть или развернуть. Например, свернуть дополнительное меню слева, убрать правую колонку или текст. Давайте теперь все рассмотрим подробней. Начнем с верхней навигационной строки. Здесь мы можем выбрать нужную нам книгу. Открываем, например, «Новый завет», «Деяния апостолов» и выбираем главу, предположим, пятнадцатую. Далее нажимаем нужный перевод, к примеру, епископа Кассиана Безобразова. Также тут есть возможность перелистывать на последующую и предыдущую главу. Давайте для наглядности перейдем на следующую, шестнадцатую главу. Левый блок дублирует навигационную строку. Выбираем книгу «Евангелие от Луки» и автоматически появляются ее главы. Нажимаем первую главу. Кому более удобен другой вариант. Книги и стихи Библии можно выбрать слева или вообще свернуть это меню. Переходим к центральной колонке с текстом писания. Тут сверху мы видим кнопки. Нажимаем первую кнопку «Прослушать главу». Появляется аудиодорожка данной главы. И после нажатия на play начинается ее аудиовоспроизведение в переводе, который был нами выбран. Далее нажимаем кнопку «Параллельные стихи». И в тексте главы появляются активные ссылки на параллельные места Библии, которые можно нажать и посмотреть во всплывающем окне. И если надо, перейти по ним в конкретный раздел священного писания. Нажимаем следующую кнопку «Словари». И в тексте выделяются сложные слова, нажав на которые вы можете посмотреть их значение. Далее нажимаем кнопку «Библейские карты». И в тексте писания выделяются все города и иные географические места, нажав на которые можно посмотреть на карте и сориентироваться, где было то или иное, библейское событие или какова была протяженность пути. Обратите внимание, что все нажатые кнопки подсвечиваются желтым цветом. Их легко отличить от неактивных. И последняя кнопка «Поделиться». Выберите нужные вам стихи и пошлите их другу, например, по WhatsApp. Это очень удобный функционал, который дает возможность переслать выбранные вами отрывки писания на любой из установленных у вас мессенджеров или в соцсети. Переходим к правой колонке. В ней мы видим рубрики нашей медиатеки и других разделов, вся информация из которых системно прикреплена главам и стихам всего священного писания. Это наш эксклюзив для вас. Знакомьтесь. Толкование к главе. Выбираем любого экзегета из списка, нажимаем, и в тексте писания после каждого стиха появляется комментарий выбранного автора на всю данную главу. Есть возможность фильтровать и выстраивать последовательность в списке авторов. Видео толкование к главам и стихам. Видео к главам содержит видео толкование современных богословов на всю данную главу. Видео к стихам содержит различные варианты и формы толкований выборочных стихов данной главы. Номера комментируемых стихов отражаются под каждым видео. Сюда входит объяснение конкретных мест писания, фраз и притчей, а также ответы на современные вопросы конкретными фразами из писания. Проект «Библия отвечает». Мотиваторы к Библии. Это интересующие, мотивирующие картинки конкретным стихам Библии. Раздел «Библия в искусстве». Включают живопись, музыку и скульптуру. Все мировые творения признанных гениев, вдохновленных конкретными местами из священного писания. Поэтому напротив данных стихов вы можете посмотреть эти произведения искусства. Раздел «Книги» включает в себя литературные произведения, посвященные тем или иным местам священного писания. В разделе «Иконы» вы можете познакомиться со святыми изображениями, связанными с теми или иными библейскими событиями. Раздел «Вопросы» включает в себя вопросы и ответы в форме викторины по конкретным главам и стихам Библии. Раздел «Проповеди» представляет собой поучения, в которых присутствуют конкретные стихи данной главы писания. Не выходя из главы, вы можете скрыть текст и левое навигационное меню, чтобы видеть только объекты разделов, прикрепленных к данной главе. В скором времени здесь вы сможете найти и многие другие интересные рубрики, связанные с Библией. Все стихи в нашей Библии онлайн являются интерактивными, поэтому, нажав на любой из них, мы переходим из главы непосредственно в данный стих. По умолчанию мы сразу попадаем в блок «Толкование» и видим комментарии святых отцов и других авторов именно на этот стих и можем сравнить эти тексты. А в правой колонке можем выбрать конкретного экзегета, который непосредственно нам нужен, или вернуться ко всем толкованиям. Блок «Переводы». Здесь мы видим все переводы данного стиха для их сравнения. Блок «Проповеди». Содержит список тех проповедей, которые сказаны на евангельское или апостольское чтение, содержащее данный стих. Таким образом, просмотр проповеди может помочь глубже понять рассматриваемый отрывок Писания. Блок «Параллельные стихи». Показывает все параллельные места Библии к данному стиху. Блок «На стих ссылаются». Содержит ссылки на толкование на другие библейские стихи, которые упоминают данный стих. Кликнув на такую ссылку, вы перейдете к толкованию, текущий стих в котором будет подсвечен. В правой колонке, в стихе, так же, как и в главе, мы видим все разделы медиатеки, привязанные к данному стиху. Видеотолкование, мотиваторы, произведения искусства, книги, иконы и вопрос к данному стиху. Есть возможность изменять размер текста для людей с ослабленным зрением и еще много удобств для зарегистрированных пользователей, а именно, возможность оставлять заметки, добавление закладок, добавление стихов в избранное, добавление толкований в избранное, добавление толкований. Вы можете добавить толкование, если оно отсутствует на сайте. Чтение Священного Писания по одному из планов чтений. План чтения – это программа, которая позволяет за год или другой выбранный срок прочитать всю Библию или отдельную ее часть. Искренне надеемся, что наш проект поможет вам в освоении библейской мудрости, которая поможет ответить на все жизненно важные вопросы. Желаем успехов и всегда ждем вас. С любовью, команда Экзегета.